сегодня у нас новая геолокация опять наш любимый ростов великий будем буриться человек хочет чтобы мы здесь в доме уже сделали вот здесь дом фундамент залит вот и скорее всего заказ еще не подъехал сейчас подъедет скорее всего буриться будем здесь здесь уже даже приемчик выкопан фактически чуть-чуть углубить осталось да чтобы вот эту техногенку которую здесь насыпано не проходить на такую же глубину прямо здесь мы и будем бурить а вы находит на канале скважина от лешего и с вами влад леший здравствуйте мои друзья воду обещали подвести но здесь есть два колодца типа два септика здесь вода можете посмотреть тут буквально минус 2 метра от земли это статика и еще один колодец есть вот здесь побольше до зеркала воды не знаю по какой причине но надеюсь воды на хватит хотя человек обещал подвести воду будет отвозить канистрами если воды не хватит ну это правильное решение что человек вот это там бывший здесь бывший дом стоял как я понял сгорел и вот человек купил землю залил фундамент и прежде чем что-то далее делать решил сделать абиссинскую скважину потому что это скважина самая дешевая самая простая и без бесконечная вода в этой скважине будет здесь в этом районе уже делал это там буквально там 400 метров сосновом бару это видео на канале недавно вышло и все замечательно получилось если что обсыпаться даже здесь вообще он замечательно нас есть песок притом нормальный песок вот такой песочек но не сильно крупный но для отсыпки на тех песка который здесь это нам пригодится поэтому ждем заказчика разбираем машину колоде человек копать не хочет это дорого я его понимаю прекрасно чтобы здесь выкопать колодец это надо от 70 тысяч и выше делать глубокую скважину и опять же не факт что это будет чистая вода без железа без сероводорода никто грань так и не дает и отдавать 150 тысяч за такую скважину тоже не имеет смысла поэтому принято решение сделать абиссинскую скважину ну пока распаковывать фильтр на трубе метровые сразу заранее уже сделал чтобы здесь не возиться на скважине потому что знаю здесь горизонты знаю какой вода нос трубу не стал пока обрезать потому что там где я делал там за забором туда дальше там было на 14 метров важно здесь на посмотреть как человеку надо оставить чтобы он в подпол вверх провел трубы но и может быть может быть здесь я пойду на 15 метров посмотрим сегодня как будет чуть можете даже глубже зайдем так что фильтр фильтр готов разгружаемся так что а Продолжение следует... 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 Вкусная вода, но мы по-традиции умываемся. У камеры как пляшет, изображение меняет. Напор, да, я не скажу, что супер какой-то аховый, но 562 литра в час выдает. Людей это устроило, сказали, что им, в принципе, ну да, им хочется полторы тонны, две тонны, две с половиной тонны, в принципе, зачем, непонятно. Но такого напора и такого объема воды, такого дебита им вполне хватает. Поэтому бурица ниже не стали, при этом люди сэкономили деньги на этом, потому что зайдя здесь, ну я знаю по разрезам, здесь на 30 метров, в этом районе, в этой деревне, есть скважины, люди бурили, но там превышение железа просто фантастическое. Вода ужасная. Но напоры тоже не скажу, что там потрясающие. Хотя вот здесь 400 метров, я бурился, да, тонна 300, но вода с запахом сероводорода. А здесь чистая, вкусная вода. Так что, еще одни люди, теперь с водой. Теперь будут не бояться, что вода у них закончится. Вода только раскачается, будет больше дебит выдавать скважину со временем. Прокачает, ну чистая, вкусная вода, поставит расширительный бак, и там просто невероятно количество надо, и будет пользоваться. А нас с победой! А вы были на канале Скважина Атрешева, и с вами был Влад Атрешев. Оставайтесь со мной, ведь дальше будет еще интереснее. А мы наполняем колодец. Клады в колодце было меньше пол кольца, теперь уже полтора кольца, и мы продолжаем его наполнять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok